Вы считаете, что Запад добился своей цели по якобы бойкотированию Дня Победы? Конечно же нет. Наверное, Вашингтон сам испугался изоляции после того, как в России подбывали лидеры Китая, Индии, 20-30 других государств. Видимо, поэтому Джон Керри поторопился приехать в Россию. В международных отношениях у иностранных агентов свое сочетание довольно-таки часто используемо. А Вы являетесь автором законопроекта. Если мы говорим, например, о продвижении демократии, конечно же, в любом государстве, я считаю, должна быть демократия. Значит, американское государство не занимается благотворительностью. Если оно дает на что-то деньги, то это что-то служит продвижению американских национальных интересов. Вероника Юрьевна, вот я специально выписал в Армении, возвращаясь к Армении. В Армении действует более 300 западных общественных организаций НКО, а российских всего 30. Почему бы России самой не начать активизироваться? И считаете ли вы это нужным? Я думаю, что не вполне правомерно сравнивать Россию и Запад. У Армении и России 100 лет совместной истории. Вот эти исторические связи и экономические тоже связи, их не возьмешь и не сотрешь с резинкой. Армения полноправный член созданного Евразийского экономического союза и параллельно с этим ведет переговоры с западными коллегами. Ну, сидение, когда человек сидит на двух стульях, это ненадежная конструкция, можно упасть между этими стульями. Понимаете, иногда в политике гораздо полезнее для себя и выгоднее занимать принципиальные позиции. Но я думаю, что вот то, что было бы действительно полезно нам всем, это выработка единых фундаментальных внешнеполитических принципов.